У нас в этом году в реестре появился новый инструмент, который называется «Анализ данных». Я присяду и буду его показывать. Что дает этот анализ? В принципе, он дает возможность в режиме онлайн. Сейчас я нахожусь в интернете в режиме онлайн. Пользователь национальный. Вот моя фамилия, что это я. Мы можем получить абсолютно любую информацию про случаи туберкулеза, какие есть в вашей области. Но предлагайте, что вам узнать? Что вам про вас рассказать? Ну, например. Основной показатель работы – это как пациенты с туберкулезом проходят тестирование на речи. Потому что если мы не знаем этот статус, то мы неправильно лечим пациента из самого начала. Правильно? Правильно? Вот смотрите. Я набираю в прошлый год. Беру систему ООС, потому что у вас есть достаточно мощные учреждения в области… В области есть мощные учреждения, пенитенциарные службы. Если поставить просто без системы, то сразу я получу информацию в целом и по пенитенциарной системе, и по вашей, что часто сбивает. Итак, вас интересует, как пациенты с туберкулезом прошли тестирование на ВИЧ в прошлом году в вашей области? Как вы видите, на 1232 пациента всего было, это всех категорий. Первая, вторая, третья категория, из которых не получили тест, нет информации, только у одного пациента. Ну, это пациенты имеют право отказывать, это нормально. И негативные – 993, позитивные – 238. Ну, если, например, так нам не очень нравится, мы хотим посмотреть на другом видео. Нам интереснее посмотреть на круглую графику. В тём несложную манипуляцию, видите, у меня получается совершенно другой график. Мы видим, что вот практически четверть, чуть меньше, ну пятая часть, как минимум, пациентов в области имеют по инфекции. Это очень большой уровень устранения по инфекции. И это говорит о том, что, конечно, это накладывает большие отпечатки на то, что нужно делать. И совместная работа в поведении случаев очень важна для вашей области. Дальше нас, конечно, с вами интересует, как пациенты с коей инфекцией, да? Пациенты с коей инфекцией получают ТСД. Правда, интересует? Путём нажатия несложных кнопочек. Мы посмотрим, что ART получает больше половины пациентов с коей инфекцией в вашей области. Это очень хороший результат, в общем-то, охват ART. Но если говорить об индикаторе, то должен быть весь кружок чёрный. То есть должны получать все. Идеальная картина. Так в жизни не получается практически никогда. Потому что есть пациенты тяжёлые, отказываются. Пациенты умирают сразу же после диагностики. И некоторые уходят сразу же в мультирезистентные формы туберкулеза. И это там нужно смотреть охват, то здесь будет меньше. Ну, наверное, интересно, да, посмотреть? Это чувствительный туберкулез? А в случае мультирезистентного как получает ART? В общем-то, чтобы получить такие данные, нужно было пересчитывать вручную все карточки пациента. А нас ещё может интересовать, как больные с коинфекцией, например, тестируются молекулярно-генетические методы. Интересно, какие данные получили? Для того, чтобы получить это так сейчас. Видите, вот 115 человек получила тест. Он даёт только тех, кто получил. Положите. 115 человек. Помните, сколько их было? 38. 115 получила тест. Ну, примерно. Да, ну мы можем это... За пример. Сделать вот так. Так, поменяем. Нас интересует по годам. Как вы перехватываете? 13, 14, 15. То есть... Ладно, вот только начался, но мы можем уже посмотреть, сколько пациентов получило из коинфицированных и уже получило результат. То есть система позволяет сегодня, реестр позволяет вытащить практически любую информацию. Впервые в этом году мы сдавали стороновой отчёт, отчёт ВОЗ и практически белых пятен в Украине не осталось. Мы подали отчёт практически обо всём. Некоторые моменты мы просто заранее не продумали, как из системы достать. Они там есть, но мы достать ещё не умеем. Так что я думаю, что мы их тоже достали. А, например, нам же интересно не просто, как пациенты эти выявляются. Правда? Нас интересует, как они лечатся. Правда, интересно? Мы знаем, что пациенты с ВИЧ-инфекцией, да? Есть у нас результат лечения пациентов за 13 год. Правда? Да? Год назад нужно зарегистрированный пациент взять. И тогда мы узнаем, какой у нас сейчас результат лечения у пациентов с коинфекцией. Хотите узнать вашу? Ну, сейчас мы сделаем. Удобнее с крюочками. Давайте сделаем крюочками. Ну, вот смотрите. Излечён. Лечение завершено. Видите, какая доля. Неудача лечения. Самая большая часть идёт неудачи лечения. В основном за счёт того, что эти пациенты практически все и практически сразу уходят в мутилизистератую перкурозу. Очень большая доля умирающих. То есть видите, почти вытаскиваем. Всё. А, вытащим. Будет трудно вытаскиваться. Сейчас просто ещё. Филип так не тянет. Сейчас мы пока все вместе. А можно посмотреть результаты лечения. Но здесь будет хуже мультирезистентного перкуроза. Потому что у нас реестр с вами с 13 года. Но ваша область работала хорошо и в 12 году. Правда? Вот результаты лечения к агорным мультирезистентным пациентам с скоинфекцией. Посмотрите, какая смертность. Я думаю, что всем понятно, куда нужны свои усилия в сфере борьбы с скоинфекцией. Чем раньше этих пациентов мы возьмём на лечение, тем больше шансов, что люди выживут. Потому что если это позднее выявление, если это случай мультирезистентного туберкулеза, то вы видите, практически половина умирает. Вот такой у нас есть интересный инструмент на национальном уровне. А сейчас мы планируем уже отпустить его на уровень области, чтобы ваши областные специалисты тоже могли такими же режимами миграции вам показывать эти данные. Вот такие новшества. Ещё раз говорю спасибо вам всем за то, что вы вносите данные. Потому что чем более чётко и качественно вносите данные в реестры, тем проще и быстрее вытаскивать информацию, чтобы принимать правильные решения. Спасибо.